Ну что, рубрика «Радость жизни». Я, Надежда Сергенкова, начну с мировых новостей. Вчера пришла церемония награждения Грэмми. Так вот, американская певица Билли Алиш, ей всего 18 лет, из 6 номинаций получила 5 статуэток Грэмми. Вот давайте посмотрим ее красную фотографию, как видеть довольный человек, который получил 5 статуэток Грэмми. На самом деле, это и лучший альбом, и лучшие номинации, лучший новый исполнитель. Кроме того, Билли Алиш получила главную статэтку за лучшую песню. Это «Бэтгай». Так вот, я решила провести эксперимент. У нас 16 февраля стартует фестиваль «Испытай орган». И там, в том числе, органист Андрей Баргин будет играть известные мелодии современности. Будут хиты 90-х, 80-х и, конечно же, те песни, которые популярны сейчас. Я вот решила провести, сможет ли Андрей Баргин сыграть ту самую композицию «Бэтгай Билли Алиш». Давайте посмотрим, что вышло. Как нужно сказать в конце? I'm a best guy. Любую мелодию можно переложить на орган? Почти, да, почти любую. Это просто пушка. 18 февраля мы стартуем. Это будет 7 крутых концертов. Надеюсь. Мелодии абсолютно разные. Первый и последний – это лучшие, так сказать, это best. Потом у нас будет музыка из кино, сериалов, рок-поп-хиты. Новая тема у нас в фестивале – это уже музыка нового тысячелетия. Ну и, конечно, мы не забудем 80-е, 90-е годы. Есть же какой-то мульт еще, да, концерт? Отдельный концерт посвящен мультфильмам. Это и отечественные, и зарубежные мульт-хиты. Это какой мультик? А вот тот как раз ужасно и интересно все то, что неизвестно, песенка из мультфильма «38 попугаев». Я уже «Орган» испытывала несколько раз. Это было великолепно, скажу я вам, друзья. Я смотрю, вы в новый сезон с новой прической. Да, с новым обликом. Все, 18 февраля ждем на первый концерт Андрей Бардин «Маэстро». Так что обязательно покупайте билеты на фестиваль «Испытай орган». Это будет 7 концертов разной музыки. Сегодня я вот решила о чем поговорить с вами. Меня друзья на выходных спросили, Надя, ты вот знаешь все про отдых в Красноярске. У нас совсем скоро день рождения у ребенка. Так вот, где можно провести тот самый день рождения детский? И главное, сколько это будет стоить родителям? Так вот, я для вас сделала небольшую обзорку, три рабочих идеи, как можно организовать детский день рождения и главное, сколько это будет стоить. Самый простой и бюджетный вариант – это день рождения дома. Но такой формат подойдет для небольшой компании ребятишек. Можно заказать праздничный торт и пригласить аниматоров. Программы бывают разные, все зависит от длительности и количества персонажей. Один аниматор обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей за час. Два персонажа – уже 4 тысячи. Также можно заказать на дом шоу программу с мыльными пузырями или серебряным конфетти. Стоимость от 4 до 7 тысяч рублей. Не хотите устраивать праздник дома? Для вас подойдет вариант с детской игротекой. Таких площадок в городе десятки. Так в Дримленде за вход в парк с детскими городками, лабиринтами и батутами отдадите 550 рублей с ребенка. Находиться там можно будет 5 часов, а еду, напитки и торт можно заказать в местном кафе. А в Бананопарке, например, есть специальная программа на детский день рождения. За вход с ребенка отдадите 900 рублей в будни и 1500 в выходные. В программу входит 2 часа игр с аниматорами и 3 час свободного посещения парка. Продолжить праздник можно будет в кафе. Аренда зоны со столами и праздничными украшениями включена в стоимость. А торт можно принести с собой. Вариант для ребятишек постарше – устроить день рождения с творческими мастер-классами или квестами. Такие праздники, например, устраивают в хобби-вилле. Тематическая вечеринка с бродилками, загадками и атрибутикой обойдется в 10,5 тысяч рублей. Часовая программа рассчитана на детскую компанию до 15 человек, плюс расходы на угощения и торт. Сегодня неожиданное продолжение. Здесь, должна сказать, я родился. Посмотрели, что происходит в нашей студии. Какая-то праздничная феерия, нашествие телепузиков, я не знаю. И не просто так, потому что у нас в гостях. Я буду стараться говорить серьезно. Юлия Неволина, руководитель агентства по организации детских праздников. Я так понимаю, Юлия, вы нам принесли костюмы всех самых популярных персонажей. Ну, почти да. Посмотрите, Полина у нас в опыте три кота, я так понимаю, мультик. Это компот, да. Компот. Это компот. Полина компот у нас. Есть еще железный человек чудесный. Леша, да. Это для мальчиков, я так понимаю, герои. А я кто вообще? Паричок. Паричок забыли одеть. Это же принцесса Элина. Принцесса Элина. У нас так, Настя, Элина, как повезло. Со своими белыми кудрявыми локонами. Вот как раз были уже идеи, как можно детский день рождения отметить. Я продолжаю им серьезно. Ну, я буду так ушками размачивать. Ну, я взлетаю. Я взлетаю, да. Вот на самом деле, вот что, во-первых, со скольки начинают заказывать праздники детские? Со скольки лет? Когда ребенку, не знаю, шесть месяцев или год там, или пять? Нет, были случаи, когда и шесть месяцев приглашали. То есть бывало, что, например, один месяц ребенку, и в семье очень много гостей. Ой, гостей, детей. И тогда в этом случае приглашали аниматоров как развлечение полностью для ребятишек, которые все-таки присутствуют на празднике. Но обычно это, как правило, годик, два, три, ну и там дальше. То есть на каждую возрастную категорию есть свои любимые герои, свои любимые персонажи. Ну вот, Полина, ты прекрасна. Ну, скажите, а как часто меняется эта мода? Потому что вот сейчас дети любят вот одно, потом другое, а вы же закупаете и костюмы, и шьете это все. И потом что, это отправляется на склад куда-то? Ну, это не на склад, то есть бывает, что, например, один костюм лежит-лежит полгода. Вот он лежит. А потом бац, и, допустим, неделю его заказывают, например, на проведение недели по три раза. Владимир 30 лет на это заказывает. На 20-й год сейчас что? Вот, я так понимаю, вышло в холодное сердце вторая часть, да? Вышло, да. Сейчас мы ждем новую серию продолжения мультфильма «Тролли». То есть «Тролли», например, по первой части, они были очень-очень популярны на протяжении, наверное, около полугода-года. А потом как-то про них все стали забывать. Сейчас мы ждем вторую часть и как бы... То есть все зависит от мультиков, которые выходят, вот что на этой волне, что дети любят. Ну, и неизменные персонажи, как Лунтик, который смотрит всегда постоянно и «Железный человек», конечно, даже тоже. Марвел. Алексей Кривогорниц, но еще и «Железный человек». Полина, ты отдельная история. Слушай, а они на прокат берут вообще сами, когда родители может устраивать дни рождения? Вообще, у нас есть организации, которые дают на прокат, но мы жадничаем. Потому что мы очень любим свои костюмы, потому что мы их очень ценим. Мы жаденникам не даем. А аниматоров как набираете? То есть как, к вам можно пойти? Вот вдруг мне придет, я знаю, снегурочка с перегаром, а как мне, родителю, выбрать аниматора правильно на детский день рождения? Для этого, я думаю, в первую очередь нужно рынок анимации, рынок предлагаемых услуг сначала родителям проанализировать в первую очередь. Чтобы родители понимали, кто есть, какие есть фирмы, какие организации. Потому что, конечно, мы неоднократно от родителей слышим, что могут приехать, например, ну, заказали аниматоров, грубо говоря, за 500 рублей Дед Мороз, то есть не гурочка. Они купили костюмы на рынке, на красотце, на нашем любимом, и пришли поздравлять ребятишек. Вот, и потом они удивляются, почему все-таки не так пошло, как захотелось. И у проверенных агентств лучше заказывать? Лучше, конечно, да. Ну, вот, допустим, у меня, не знаю, там, крестнику три года будет летом, вот на 10 человек сколько стоит организовать праздник? Если бы совсем бюджетная, какая нужна сумма, чтобы там хватило и на торт, и на какую-то программу, или по-царски, я не знаю, там, сколько можно денег? Ну, смотрите, если касаемо анимации, то есть, например, можно для совсем малышей, как первое знакомство, сделать программу и на 15 минут. То есть для того, чтобы ребенок, ну, пришел герой, он с ним познакомился, поздравил, любимый персонаж, например, вручил торт. Подарил подарок, и ребенок счастлив и радостен. Вот, то есть экспресс-потребление у нас в городе от 1000 рублей и выше. То есть можно обойтись таким бюджетным вариантом. Ну, плюс также есть различные праздники, когда там под ключ, допустим, и с помещением, и с тортом, и со встречи гостей, с различными шоу-программами. То есть там можно от 100 тысяч и выше, ну, как бы, по практике. То есть, в общем, если у вас есть деньги и настроение, то можно устроить. Настя решила привет. Я решила все-таки попробовать. Эльзой. Эльзой, да, Нинкой. А очереди на них есть? Эконом вариант. На что? На вот популярных героев есть очередь? Вот как со свадьбами там на красивые даты забивают, так он красивую Эльзу забил. Ну, у нас просто есть как бы несколько костюмов очень популярных героев. Например, у нас есть 4 Человека-паука, к примеру. У нас есть 3 костюма Эльзы. Вот, то есть на популярных героев у нас есть большее количество именно костюмов. Ну, вот смотрите, допустим, если родители все-таки решили взяться за организацию праздника самостоятельно, говорит вам Лунтик сейчас задает этот вопрос, что нужно, какие вот вы дали бы там 3 совета, на что обратить внимание? В первую очередь я бы посоветовала родителей прислушиваться к своим детям и к их пожеланиям, потому что часто бывает такое, что некоторые родители, например, заказывают так, как хотят. Он говорит, у нас девочка, но она очень любит Человека-паука, но вот мы не хотим Человека-паука, а мы хотим Эльзу, потому что все остальные девочки любят Эльзу. Ну, как бы мы стараемся с этими мамами работать и говорить, что Человек-паук это классно, если она любит. Тут у нас есть такая девочка Марта, она уже из года в год заказывает черепашек-ниндзи, это Марта, она их очень любит, и они к ней приходят, и она счастлива. А есть мальчики, которые заказывают, есть один мальчик, который заказывает Эльзу, мама раз ему заказала. Мальчик уже взрослый, наверное. Ну, да, такой, как Эльзу. Он уже три раза наказывал, мама ему раз заказала Эльзу, ну, как бы, думает, ну, ладно. На следующий год он опять попросил Эльзу, на третий год он звонил, говорит, вы знаете, мы хотим опять Эльзу. Простите, пожалуйста. Она говорит, я попросила у сына, он говорит, мама, ну, что я могу подделать, я же ее люблю. Ну, как бы, как здесь это. Хорошо, что мама помогает. Да, конечно, прислушивается к своему ребенку, к его пожеланиям. Плюс еще, ну, конечно, рынок у нас никто не отменял, то есть обращаться, если, например, все-таки решили обращаться, то к проверенным людям. То есть, когда звоните для того, чтобы организовать праздник, спросите обязательно про документы, которые должны быть у каждого аниматора и у каждой компании. То есть, разрешение на то, чтобы проводить данные мероприятия. Чтобы были профессионалы, грубо говоря. Ну, грубо говоря, да. И третий совет, что? Третий совет. Быть, мне кажется, самое главное, это быть в классном настроении, да, быть на позитиве и ждать праздника, что это будет праздник. И самое главное, когда у вас малыши, то обязательно участвовать в программе. То просто бывает, что мамы сидят и так, говорят, мой ребенок не играет, а ребенку два года или годик, допустим, ну, как он будет играть? А если мамы такие заряженные, веселые, ну, я думаю, как у вас наверняка веселые мамы. Если в общем-то знаешь. Если настроение хорошее у всех, то праздник получится замечательный. В гостях у нас была Юлия Невольна, руководитель агентства по организации детских праздников. А вот эта вот вся безудержная феерия, просто мы не сошли с ума, мы говорим, что нужно смеяться над собой уметь. Мы это умеем делать. И главное, не забывайте радоваться жизни. Пока, Тунтика!